В этот день, в день борьбы трудящиеся за свои права, я хотел бы пожелать, чтобы трудящиеся эту борьбу активизировали. Потому что можно сколько-то годно ходить на митинги, кричать, мы наша Родина СССР и так далее. Но социализм сам собой не наступит. Он отвоевывается в боях. В боях с буржуазией. И борьба эта должна начинаться не на улицах, она должна начинаться на своих родных предприятиях. Работники, объединенные в профсоюзы, должны бороться за прогрессивный коллективный договор, за улучшение условий труда, за повышение заработной платы, добиваться рабочего контроля на своих предприятиях. И потом добившись того, что они действительно становятся силой, объединенной силой, уже могут председавать на что-то большее. Поэтому сегодня для нас это и праздник, и не праздник одновременно. Потому что мы не столько празднуем, сколько выражаем свою солидарность с теми, кто действительно борется. И призываем всех принять участие в борьбе трудящихся за свои трудовые права. А что, по-вашему, нужно сделать, чтобы борьба трудящихся активизировалась? Что им не хватает для активизации борьбы? Для активизации борьбы им не хватает знаний, во-первых. Во-вторых, им не хватает тех активистов, которые, скажем так, идут на площадь, но не идут в трудовые коллективы. Мне очень понравилось выступление профессора коммуниста из Греции на втором съезде Ротфронта, который сказал, что в греческой компартии было постановление, что каждый коммунист на своем рабочем месте обязан быть членом профсоюза. Или организовать профсоюз, если его нет. Каждый коммунист, приходя на работу, начинал немедленно организовывать вокруг себя профсоюз. Его увольняли, он переходил на другое место работы и снова начинал создавать профсоюз. И только таким образом, организуя трудящихся, мы можем добиться успеха, в том числе и в борьбе за социализм. Товарищ Казенов, чего не хватает трудящимся, чтобы они активизировали борьбу за свои права и интересы? Не хватает воли, осознания своих интересов и даже осознания простых вещей, например. Что такое заработная плата? Публика думает, что заработная плата – это та сумма денег, которую дает начальство за работу. Вот, поэтому она не рассудит простой такой вещь, что заработная плата – это цена рабочей силы, то есть объективное отношение в разникающем процессе обмена. Но на Западе, в цивилизованном мире, в развитом капитализме, за заработную плату борется специальная общественная организация профсоюз. Так она называется – трейд-юниор, то есть союз по продаже своей рабочей силы. Продажа своей рабочей силы осуществляется монополией, на которой пользуется профсоюз. А раз наши товарищи не хотят обидеться в такую монополию, в профсоюз, они получают низкую заработную плату. И, вернее, это даже не заработная плата, это пособие на выживание. Поэтому должен быть пройден вот этот этап, когда народ осознает вот эти вещи и возьмется за элементарные вещи, за настоящую заработную плату, чтобы ему платили, как платят рабочим на Западе. Продолжение следует...